В ООН призывают приложить максимум усилий для продления зерновой сделки, а также полностью отказаться от ограничений для экспорта российского продовольствия и удобрений, сообщает новостной портал МКРУ со ссылкой на комментарий официального представителя Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Стефана Дюжарика. Его заявление приводится на сайте ООН. Генсек подчеркнул, что в организации осознают все проблемы и препятствия с продлением зерновой сделки и намерены продолжать работы со всеми заинтересованными лицами для достижения результата. «Мы призываем все стороны приложить все усилия для возобновления черноморской зерновой инициативы и максимально полной реализации соглашений, включая скорейшее устранение любых остающихся препятствий для экспорта российских удобрений и зерна», — отметил Дюжарик. Ранее представители России не раз высказывали свое недовольство тем, как осуществляется зерновая сделка. Около половины украинского зерна вывозится в развитые страны и лишь четверть в бедные. Соглашение о вывозе украинского зерна, а также российских удобрений и пшеницы из украинских портов было подписано 22 июля. Срок его действия истекает в ноябре. Казахстан заинтересован в углублении сотрудничества с Кыргызстаном в сферах животноводства и растеневодства. Об этом заявил министр сельского хозяйства Республики Казахстан Ербул Карашукеев, сообщает «Капитал». По словам главы казахстанского минсельхоза, у двух государств есть большие перспективы в совместном развитии производства и переработке продукции АПК, а также в обмене генетическим материалом и развитии торговли семенами. Мы готовы рассмотреть вопрос производства и реализации участникам семенного рынка Кыргызстана семян новых высокопродуктивных сортов и посадочного материала плодово-ягодных культур. Также намерены активно развивать взаимовыгодное двустороннее сотрудничество в области ветеринарии и фитосанитарии. Обмена генетическими материалами сельскохозяйственных растений добавил Ербул Карашукеев. Стороны нацелены и на наращивание объема взаимной торговли агропродукцией. В частности, после снятия Казахстаном ограничений на вывоз сельхозживотных, Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан готово проработать возможность поставки племенных животных, а также племенного материала в Кыргызстан. В Турции открыли первый автозавод и выпустили первый автомобиль отечественного производства, пишет агентство «Анадолу». Первый производственный ток автомобиль – электрокроссовер, предварительные продажи которого начнутся в феврале. Модель разработана итальянской дизайнерской компанией. Президент Турции Реджеп Тайп Эрдоган посетил фабрику «Гимли», где будет идти серийное производство отечественного электромобиля. Президент ознакомился с цехами, где осуществляются работы по корпусу и монтажу автомобиля. Глава государства и его супруга Эмине Эрдоган протестировали электромобиль. После теста президент Эрдоган поделился впечатлениями и выступил перед работниками фабрики и гостями мероприятия. Ток, как престижный турецкий бренд украсит дороги многих стран мира. Когда фабрика выйдет на полную мощность, здесь ежегодно будут производиться 175 тысяч автомобилей. При этом 4300 человек будут заняты напрямую, а 20 тысяч человек будут заняты косвенно, сказал президент Эрдоган. Он добавил, что до 2030 года здесь будет производиться миллион автомобилей, а национальный доход составит 50 миллионов долларов. Новый завод построен в промышленном городе Бурса на северо-западе страны. Его площадь больше миллиона квадратных метров. Производство отечественных автомобилей в Турции было приостановлено в 1961 году. В рамках нового исследования ученые выяснили, что роящиеся пчелы производят столько электричества, что могут влиять на местную погоду. Результаты исследования опубликованы в журнале iScience. Измеряя электрическое поле вблизи роящихся медоносных пчел, исследователи обнаружили, что насекомые могут производить столько же атмосферного электрического заряда, сколько и грозовое облако. Этот тип электричества участвует в формировании погодных явлений и помогает насекомым в поисках пищи. Теперь ученые выяснили, что живые существа могут влиять на атмосферное электричество. Крошечные тела насекомых могут накапливать положительный заряд во время кормления, либо от трения молекул воздуха об их быстро бьющиеся крылья. Удивительно, но медоносные пчелы могут взмахивать крыльями более 230 раз в секунду. Раньше ученые считали, что воздействие этих крошечных зарядов несущественно, но теперь они выяснили, что насекомые могут генерировать огромное количество электричества. Ученые отмечают, что то, как стаи насекомых влияют на атмосферное электричество, зависит от их плотности и размера. Открытие, которое сделали биологи, измерив электрические поля вокруг ульев медоносных пчел, возможно, повлияет на разработку будущих климатических моделей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова